Футбольный клуб «Луч Энергия» не смог одолеть «Спартак-2». Москвичи у себя дома прервали беспроигрышную серию приморцев. Весь первый тайм команды играли на равных, заметного преимущества у «Спартака» одного из лидеров чемпионата не было. Однако сразу после перерыва оно проявилось во всей красе. На 48-й минуте после сольного прохода счет точным ударом открыл Георгий Мелкадзе. Всего через 5 минут индивидуальным мастерством блеснул уже Давыдов, который увеличил отрыв. Окончательный итог встречи после острой передачи установил Константин Савичев. 3-0. «Луч» к концу матча так ничем и не ответил. Стоит отметить, что это первое поражение «Тигров» за последний месяц. До этого у «Желто-Синих» была серия из пяти ничейных результатов. Следующий матч «Луч Энергия» проведет дома, где 23 апреля встретятся с футбольным клубом «Тосно». Волейболистки «Приморочки» досрочно стали серебряными призерами чемпионата. Владивостокский клуб провел последние домашние матчи в сезоне с лидером высшей лиги А, Череповецкой «Северянкой». Серия из двух игр началась с явного давления гостей. «Приморочка» сразу взяла роль догоняющего, с которой вполне справлялась. Партии раз за разом меняли лидера, однако «Северянка» смогла довести дело до победы. 1-3. А вот в ответные встречи «Приморцы» смогли поражать в атаке еще сильнее, тем самым переведя матч после четырех партий на тайбрейк. В решающем периоде соперники набрали по 11 очков, после чего гости вновь проявили мастерство подач. Нашим девушкам ничего не оставалось, кроме как принять второе поражение. 2-3. «Северянка» отстояла первое место, а «Приморочка», имея 58 очков в активе, заведомо стала серебряным призером высшей лиги А. В календаре у волейболисток остались всего две игры со «Спарто», которые уже ни на что не повлияют. Первенство России по кудо завершилось в Москве. В крупных соревнованиях приняли участие юные спортсмены возрасте 12 и 17 лет, которые прошли предварительный отбор в своих федеральных округах. Несмотря на острую конкуренцию, «Приморцы» смогли показать все свое мастерство, завоевав по итогам соревнований 4 золотые, 6 серебряных и 4 бронзовые медали. Непосредственно первыми местами отметились Ишпулатов Дастанбек, Манокян Нарек, Макагонов Данил и Кравец Валерия. Всего из 14 призеров оказалось 9 представителей Владивостока. Как отметил руководитель Дальневосточной федерации Александр Ясин, местная взрослая кудо уже знаменита на всю страну, а теперь результаты подрастающих спортсменов прославят нашу команду и в младших возрастах. Приморских тренеров по хоккею обучат современным технологиям. Спортивный клуб «Адмирал» совместно с благотворительным фондом Еленой и Геннадия Тимченко проведут масштабное учебно-практическое мероприятие. С 25 по 28 мая на базе «Фетисов арены» соберутся более 30 хоккейных наставников со всего «Приморья», которые не только прослушают целый курс лекции об этом виде спорта, но и по итогу будут награждены дипломами о повышении квалификации. Непосредственно «Адмирал» также предоставит тренерам практическую возможность позаниматься на льду арены, провести медико-психологические исследования команд и побывать на мастер-классах. Все расходы по обучению будут бесплатными. Также специалистам из самых отдаленных уголков края будет оплачен проезд, проживание и питание во Владивостоке. Подать заявку на участие в семинаре можно по указанному электронному адресу. Максим Яковлев, Новости спорта на восьмом.